В Югре появится еще один памятник природы регионального значения. Такое решение приняли на заседание окружного правительства. В частности, природный комплекс «Тундринский кедровый бор» в Сургутском районе получит статус особо охраняемой территории. Это нужно для того, чтобы сохранить высокопродуктивные ценные кедровые леса, а также редкие исчезающие виды животных и растений. Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, запрос на организацию памятника природы поступил от жителей сил от Тундрина. В соответствии с календарным планом реализации регионального проекта сохранения биологического разнообразия и развития экологического туризма, который в свою очередь входит в портфель проектов «Экология», в 2023 году в Сургутском районе запланировано создать памятник природы регионального значения «Тундринский кедровый бор» и его охранную зону. Пожар легче предупредить, чем потушить. А если он все-таки случился, то тушить его легче в самом начале. Именно для этого в Нижневартовском управлении по делам ГОИЧС создали систему мониторинга по предупреждению возгораний. Общая площадь нижневартовских лесов почти 6000 гектаров. Последние 10 лет пожаров в них не было. Случались небольшие ландшафтные возгорания, но их быстро тушили на ранней стадии. В том числе и благодаря системе лесоохранитель, которая включает в себя целый комплекс. Это у нас камера, которая вертится на 360 градусов. Второй пункт – это у нас дымодатчик, собственно, реагирует на сами дымы, которые у нас происходят на территории. И третий – это само ПО лесоохранитель, которое, собственно, выводит это на экран, фильтрует эти все сообщения и группирует. И также благодаря этой системе можно подтвердить либо опровергнуть пожар. Система в режиме реального времени действует вполне самостоятельно. Ее настраивают таким образом, что она сможет отличить дым из трубы котельной от дыма пожара. Заметив нештатную ситуацию, лесоохранитель связывается с оперативным дежурным ЕДДС. Идет звуковой сигнал. По звуковому сигналу у нас оперативный дежурный реагирует, нажимает, получается, подтвердить либо проверный пожар. После того, как они нажимают подтвердить, у нас идет автоматическая рассылка с фотографией, с зоной и с точными координатами на почту. После этого идет уже рассылка, то есть в пожарную часть, идет уже сообщение и полностью отрабатывается карточка, как пожар. Сегодня в Нижневартовске работают две камеры мониторинга. Одна нацелена на старую часть города, вторая, установленная в конце прошлогоднего сезона, наблюдает за поселком Дивный. Система охватывает две трети Нижневартовска. В будущем, скорее всего, планируется еще установка одной камеры. Она у нас будет установлена в районе ЖД вокзала, и получается, у нас как купол будет над городом. То есть мы будем уже видеть абсолютно всю территорию. Подобные системы внедряются и в других муниципалитетах Югры. Например, в Нижневартовском районе уже запустили одну камеру. Но охватить всю территорию видеонаблюдением нереально. Общая площадь района почти 120 тысяч квадратных километров. Здесь работают патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы. Мы проводим разъяснительную работу с населением по недопущению нарушений требований пожарной безопасности, которые могут привести к лесным и ландшафтным пожарам. Целью работы патрульно-контрольных групп также является пресечение нарушений требований пожарной безопасности. То есть выявление и привлечение к ответственности виновных лиц. Напомним, что в Югре с 28 апреля введен особый противопожарный режим, что накладывает на жителя округа определенные ограничения. Разведение открытого огня, в том числе и для приготовления пищи, запрещено. А это значит, что приготовление шашлыков в период действия особого противопожарного режима, в том числе и на территориях садово-огороднических товариществ, категорически запрещено. За это предусмотрена административная ответственность на граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Еще одно достижение прогресса поставили в Югре на службу охраны от пожаров. С помощью беспилотников будут выявлять нарушителей режима и обследовать территории в поисках возгораний. Михаил Святышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Холодно, но круто. Именно так описали школьники свое участие в субботнике. Он прошел накануне в рамках всероссийской акции «Вода России». Его участники наводят порядок вдоль береговых линий рек и озер, причем не разово на протяжении всего сезона. В столице Самотлора череда субботников началась с Комсомольского озера. Убираться, несмотря на холодную погоду, вышли представители 16 организаций. Школьники и студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, работники предприятий, спортсмены. Очищают в основном от бытового мусора, что накопился на территории вдоль берега за зиму. Для вортовчан такие субботники давно стали доброй традицией, которой приобщаются и подрастающее поколение. Холодно, но круто! Что круто? То, что мы убираемся и чистим нашу планету. То, что мы помогаем. То, что мы не хотим мусорить, то, что мы помогаем природе. Больше никогда не будем мусорить, потому что сложно убираться потом. Мне сейчас очень нравится то, что мы сейчас ходим, тут все убираем. Я понимаю, что планета становится чище. А потом вот это вот все можно переработать. Сегодня Нижний Вартос присоединяется к всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Она также проводится в рамках регионального проекта сохранения уникальных водных объектов, национального проекта «Экология». В этом году это первый из субботников. Традиционно также у нас будут субботники проводиться в августе и сентябре этого года. Там по уборке рек Опь, Рязанский йоган, Малый йоган. За несколько месяцев 2023 года пациентам Нижневартовской окружной детской больницы перелили 100 литров крови. Жизненно необходимые компоненты получили 400 маленьких больных. Только пациенты детско-онкологического отделения практически ежедневно нуждаются в переливании крови. Большой запрос на трансфузиологическую помощь пациентам имеют отделение хирургического профиля и реанимация. Стоит добавить, в педиатрической практике трансфузиологи придерживаются особо строгих правил безопасности. Прежде чем начать переливание, пациенту трижды вводят пробное количество компонентов крови из одного контейнера. После каждого раза убеждаются, что нет нежелательных реакций и уже только тогда вводят весь необходимый объем. После процедуры гемотрансфузии пациента наблюдают еще несколько часов. Кстати, многие врачи и медицинские сестры детской больницы являются донорами и на регулярной основе сдают компоненты крови. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы в рамках профильного нацпроекта выполняют на отрезке с 213 по 217 километр. Специалисты уложат более 60 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Целый комплекс работ будет направлен на повышение безопасности. На трассе установят новые бордюры, установят тротуары, выполнят озеленение, заменят барьерные ограждения и дорожные знаки. Кроме того, на участке появится четыре новых автобусных павильона. Пока ведутся только подготовительные работы. Подрядчик устанавливает предупреждающие знаки и согласовывает с ГИБДД схемы движения на время капремонта. По условиям госконтракта участок должен быть готов в 2024 году. Отмечу трассу. Сургут-Нижневартовск одна из самых протяженных и загруженных в югре. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог страны. Обеспечивает транспортную доступность Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Лангипаса и Покачей. Интенсивность движения на некоторых участках достигает 22 тысяч автомобилей в сутки. Жители Нягани сплели больше 120 квадратных метров маскировочных сетей. Добровольцы работают каждый день на благо наших военных, которые участвуют в специальной военной операции. Кроме того, волонтеры в Нягани проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению нашлемников и окопных свечей. Последний воркшоп собрал около сотни неравнодушных горожан. Стоит отметить, что добровольцы инициативной группы своих «Не бросаем» сплели уже более 120 квадратных метров маскировочных сетей и изготовили свыше полусотни нашлемников. Все это было отправлено участникам специальной военной операции. Мы ходим каждый день как на работу и не жалеем. И просто как-то на душе становится тепло, что хоть какую-то маленькую лепту мы можем нести. Плести несложно. Главное знать, куда поворачивать и как именно. Бойцам нужны эти сетки для того, чтобы их не заподозрили. Они же нас защищают и они должны всегда вооружаться. Они хотят напасть тихо, а танки они большие, их видно очень легко. И их с помощью сеток не видно. Вообще я с душой к этому отношусь. Почему? Потому что там же наши сыновья, наши мужья, братья. И хочется их защитить, что ли. Сети плетем и все. Я хожу с удовольствием сама на пенсии. Конечно, дел очень много и дача и все, но выделяю время для того, чтобы сходить и хоть какой-то вклад вложить. Ну, это, наверное, приближение к победе и сохранении жизни наших солдат. Югорчан приглашают поделиться своими экологическими проектами. В округе стартовал прием заявок на конкурс «Экогид». Он пройдет в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». Представить свои проекты могут учащиеся от 14 до 18 лет, волонтеры, некоммерческие и общественные организации, а также педагоги и предприниматели. На выбор три номинации. Популяризация, раздельного сбора, переработки и сокращение отходов, экологическое сознание, отношение к животным и растениям, экологически осознанное отношение к состоянию окружающей среды, проблемам загрязнений и климатических изменений. Добавлю, заявки на участие принимаются до 31 мая. Итоги будут подведены 24 июня. В нейросети написали стихотворения, создали музыкальную композицию, картину или даже научную статью. Новости о их достижениях появляются буквально каждый день. Что они из себя представляют и почему так быстро развиваются, югорчанам расскажут ведущие российские ученые. Образовательная лекция в рамках ежегодной международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» пройдет в Сургуте. Слушателем может стать любой желающий. Участники мероприятия узнают о том, какой вклад в развитие страны вносят технологии искусственного интеллекта и какую пользу они приносят людям. Познакомиться с трендами и примерами разработки и внедрения нейросетей, а также обсудить. Этические нормы регулирования искусственного интеллекта можно будет 16 мая в 11.00 на площадке школы 21. Футболисты «Газпром Югры» начинают борьбу за выход в финал Суперлиги. Наша команда начнет полуфинальную серию игр с Норильским «Никелем». Сегодня и завтра югорчане сыграют на выезде. А 21 мая команды приедут в Югорск, где сыграют третий и при необходимости четвертый матч. Напомним, что серия идет до трех побед. В четвертьфинале подопечная Владимира Колесникова в упорной борьбе взяли верх над Нижегородским «Торпедо», одержав три победы на своей площадке и дважды уступив на выезде. Норильский «Никель» в свою очередь обыграл МФК «Тюмень» со счетом 3-1. Во второй паре полуфинала встретится московский КПРФ, где играют югорчане Артем Неязов и Сергей Абрамович, а также Синара из Екатеринбурга.